Да, и так, всем еще раз привет. Меня зовут Леша, я руковожу группой Android-разработки видео в Dzen. Буквально пару слов о себе. Я работал в индустрии уже чуть более шести лет, работал в больших компаниях и в стартапах, и вот последние года три я занимаюсь проектами с видеоспецификой. И сегодня хочется рассказать о том опыте, который накопился за время работы в видеокомандах, в том числе по работе с UI-компонентами. Давайте коротко я расскажу, о чем мы сегодня поговорим. Говорить мы будем о UI-компоненте подображения видео. Для этого мы сначала посмотрим вообще на историю развития формата видео в Dzen, чтобы лучше понимать, от каких бизнес-требований мы отталкивались и зачем вообще мы носили те изменения в наш код. Соответственно, мы посмотрим, что у нас было в коде, как мы работали с видео в самом начале, когда видеокарточки только стали появляться. И посмотрим, к чему мы в итоге пришли, когда у нас стало очень много интеграции и видеоконтент появился повсюду. Ну и, конечно, в конце мы подведем некоторые выводы и итоги по проделанной работе. Итак, давайте начнем. Окунемся немножко в историю, поговорим про то, как вообще видео зарождалось в Dzen. На дворе 2019 год, даже может немножечко конец 2018, и в Dzen появляется возможность загружать видео. Соответственно, с этим появляется возможность его просматривать в ленте. На слайде мы видим типичную карточку того времени с видеоконтентом. Отличить ее от других карточек не с видеоконтентом было довольно сложно. У нее был только такой один признак видео, это иконочка с размьютом. В основном все видео смотрели тогда в ленте, и вот у такой карточки было довольно мало функционала. Все, что с ней можно было сделать, это, по сути, только кликнуть в нее, и тогда мы попадали в такой некоторый просмотрщик, просмотровое окно, в котором тоже было на самом деле не особо много функций, но видео было на весь экран. В принципе, когда формат только запускался, этого нам вполне хватало. Итак, к 2020 году пользователи стали активнее загружать видео, активнее смотреть видео, и в рамках такого общего редизайна вообще всех карточек Dzen мы также потюнили наши видеокарточки. Они стали более выделяться в ленте, у них появилась там иконка Play, таймер в уголочке. Также мы разнесли заголовок и описание видео от самого видеофрейма, чтобы его не загораживать и было удобнее смотреть. Но по клику в карточку мы все еще попадали в такой не очень удобный просмотрщик, в котором все еще было мало функций. Если задуматься, то как мы обычно вообще смотрим видео, контент где угодно. Мы, не знаю, вбиваем что-то в поиски или заходим в какое-то приложение, ищем в ленте, подбираем нужный контент и кликаем в него, ожидаем, что мы попадем в какое-то такое просмотровое окно, в котором будут все нужные нам функции для просмотра видео. Именно на этом сценарии мы и сконцентрировались в 2021 году. Конечно же, мы еще и подтюнили еще немножко дизайн карточек в основной ленте, но упор был именно на то, что будет происходить после клика в такую карточку. Теперь, когда мы кликали, мы попадали в то же видео, только теперь у него был классный скин. Тут можно было перематывать, ставить на паузу, выбирать качество, скорость видео и вот все то, к чему вообще привыкли в индустрии. В этой такой темной ленте еще под основным видео, в которое мы кликнули, были релевантные ролики. Если вдруг вы хотели подлипать в целом вообще на видосы, похожие на видосы, которые вы выбрали. Ну и, конечно же, как во всех уважающих себя видеопросмотрщиков, у нас был режим полноэкранного просмотра, в котором были доступны все нужные привычные нам функции. Ну и он, естественно, подстраивался под тип контента. Если это был вертикальный ролик, то полноэкранный режим был тоже вертикальным. Но на самом деле вот в 21 году произошла еще одна такая важная вещь. Видео стали встраивать в другие форматы. У нас стало очень много интеграции появляться. Многим другим форматам, командам нужно было встроить какой-то кусочек видеоконтента в то или иное место. Так уж случилось, что наша команда, команда видео, была тогда такой единой точкой экспертизы, которая лучше всего понимала, как классно вообще делать видеокарточки. И мы, конечно же, помогали нашим коллегам встраивать видеоконтент куда угодно. Но к концу года стало уже так много интеграции, так много вариантов дизайна, что в какой-то момент наша команда даже не знала, что видео встроили еще куда-то. Это стало возможным, потому что мы очень сильно прокачали наш код за это время, сделали довольно удобный и переиспользуемый видеокомпонент, которым можно было просто взять и пользоваться. И вот здесь давайте остановимся чуть подробнее, поговорим про то, что у нас, собственно, вообще было в коде, когда карточки только появлялись, как мы работали тогда с видеоконтентом. Возьмем ту самую первую карточку, такую квадратную, не особо функциональную, и посмотрим, как она выглядела в коде. Это был просто некий класс VideoCardView, в котором лежали все ее элементы, в том числе и текстура, и видеоплеер, и то, что относилось к видеоплееру, конка размьюта, и то, что относилось к карточке. Это лайк, дизлайк, заголовок и так далее. А когда у нас стали появляться новые карточки, стало логично, что давайте-ка мы вынесем все, что относится только к видеоконтенту, в отдельную такую абстракцию. И мы создали такой очень простой VideoComponentView, который, по сути, просто изолировал в себе весь тот контент, весь тот UI-функционал, который относился непосредственно к видео. Вроде бы окей, какое-то время мы так жили, но потом, когда видеоинтеграции стали довольно сложными, функционал менялся, дизайн менялся, и мы пытались встраивать наш компонент в новые вообще карточки, и у нас это не очень хорошо получалось, потому что все работало иначе. Мы как бы пытались его встроить в другое место, но, по сути, нам приходилось его чуть не переписывать с нуля. И в какой-то момент мы столкнулись с тем, что мы вводили довольно большое количество, по сути, одного и того же, вариаций компонента видео. Вот, например, в основной ленте Дзена и в промотируемых роликах мы смогли переиспользовать один и тот же компонент. Они были довольно похожи. В рекламе, в видеорекламе мы чуть-чуть его допилили, он, в принципе, был очень похож на первый, но все равно он был уже немножко другим. А для просмотрового окна и полноэкранного режима просмотра у нас совсем никак не получилось переиспользовать первый компонент. Там функционал был слишком другой, и мы, по сути, написали второй компонент. И так далее у нас было с другими интеграциями. В целом, кое-как мы с этим уживались, хотя было понятно, что надо как-то стандартизировать вообще работу с видео в нашем компоненте. Но такой, наверное, опорной точкой, после которой мы поняли, что надо начинать, приступать к рефакторингу, было наше желание экспериментировать с видеоплеерами. Мы хотели довольно легко заменить один движок на другой, поэкспериментировать, понять, как все это будет работать, собрать какие-то метрики. Но поскольку мы, как мы помним, в каждом компоненте мы с видеоплеером работали отдельно, то у нас не было какого-то единого стандарта. Не было централизованной точки, в которой мы могли заменить один плеер на другой. Именно после таких вот наших планов по работе с плеерами мы запустили наш большой рефакторинг, первой задачей которого было разделить наш монолит на какие-то части, на подсистемы, которые можно будет переиспользовать во всех наших местах, где мы используем видео. Итак, вспомним еще раз наши первые карточки. Схематично у нас было все очень просто. Все лежало в видео-компанент-вью, и она как-то работала с нашим видеоплеером. Теперь же после нашего рефакторинга мы перешли к вот такой схеме. Мы разделили видео-компанент-вью на 4 интерфейса, на 4 системы, и новый вариант взаимодействия выглядит вот так. Сейчас мы пройдемся по всем элементам этой схемы по отдельности, чтобы лучше понять, как она работает. И начнем мы с блока layer. Это у нас функциональный слой. Когда мы думали, как попилить наш видеокомпонент внутри себя, мы, конечно же, сначала обратились к тем решениям, которые у нас уже есть в проекте. На тот момент у нас уже была дизайн-система и компоненты под каждый элемент, который мы держали в карточке. Таким образом, наша такая обычная карточка собиралась из четырех компонентов. Шапка, видео, описание футов. Они накладывались друг на друга, как кирпичики, и мы получали то, что нам нужно. Но внутри себя компонент видео мы не могли поделить таким же образом, потому что в данном случае элементы у нас накладываются друг поверх друга. То есть они overlay'ятся. И тогда мы подумали, что прикольно было бы сделать то же самое, только в оси Z. То есть чтобы каждый элемент у нас был одинакового размера, был фрейм одинакового размера с элементом, и все эти элементы мы собирали бы как стопку блинчиков или слоёный пирог в тот компонент, который нам был нужен. Чтобы лучше понять, как это выглядело, давайте сразу перейдём к примеру, возьмём эту же карточку и разобьём её видеокомпонент уже на отдельные слои. У нас получилось вот шесть слоёв. Слой с видео, обложка видео, кнопка контрола плейбэка, спиннер загрузки видео, таймер до окончания видоса и контроль звука. Откладывая все эти слои друг на друга, мы получали нужный нам компонент, который мы в карточке и использовали. Получается, что слой — это у нас такая абстракция, интерфейс, который отвечает за конкретную функциональность. Давайте же теперь посмотрим, как слой выглядел в коде. Как я уже сказал, это интерфейс. У него есть некоторый набор методов. Данный метод нам позволяет работать с UI внутри слоя. Мы теперь не хотим, чтобы, как в старых карточках, у нас UI лежал и был доступен всем подряд. Теперь каждый слой отвечает только за свои конкретные визуальные элементы. Также у нас есть парные методы по работе с данными и парные методы по отображению и скрытию этого слоя. Тут еще интересный момент, что раньше у нас не было флажка Animated у этих методов. И когда мы стали писать много слоев, мы часто дописывали сами в интерфейсы этих слоев методы вроде ShowWithAnimation. Такая же специфика нашего компонента, что мы часто что-то анимируем при показе или при скрытии. Поэтому мы не постеснялись и вынесли этот флажок прямо в интерфейс. И также у нас есть метод по работе с фокусом. Не забываем, что мы находимся в условиях ленты, в которой может быть несколько карточек на экране одновременно. И нам нужно понимать, какая именно карточка сейчас в фокусе, чтобы правильно выстроить взаимодействие с пользователем. Схематично наша система слоев выглядит вот так. Во главе всего стоит interface layer. От него наследуются уже специализированные слои, специализированные интерфейсы по работе с тем или иным функционалом. На схеме это, например, video layer, buffering layer, duration layer. И также у нас есть реализации этих интерфейсов. Она может быть одна, как, например, с video player. Их может быть несколько, как буферизация и duration. Давайте посмотрим на примере какого-то отдельного элемента, как мы работали с ним раньше, когда у нас не было слоев нового компонента, и как мы работаем с ним сейчас. Возьмем, например, колесико прокрутки. Раньше video component view. У нас все вьюшки лежали вместе. И вот одна из них была buffering view. Мы ее получали из верстки. У нее были некоторые методы по работе приватные с этой вьюшкой. И была какая-то бизнес-логика, которая эти методы использовала. В данном случае мы подписывались на колбеки плеера. И когда у нас начиналась буферизация, мы, соответственно, показывали колесико. И когда заканчивалось, мы его скрывали. Теперь же, что мы делаем на слоях. Мы создаем специализированный интерфейс для данного элемента. Этот слой – один из самых простых, наверное, в проекте. Он даже не имеет своих отдельных методов. Ему вполне достаточно методов базового интерфейса LR. Поскольку надо только показывать или скрывать. Теперь мы создаем класс, где реализуем этот интерфейс. Мы также получаем наш спиннер из верстки. И по методам слоя show layer и hide layer мы, соответственно, показываем его или скрываем. Это все, что нам нужно сделать внутри реализации данного слоя. Теперь же идем в наш презентер. Там мы уже работаем вниз вьюшкой напрямую. А мы берем уже этот слой из некой мапки. Я про нее чуть подробно по позе расскажу. И также по нашей бизнес-логике мы этот слой показываем или скрываем. Теперь представим, что мы хотим, не знаю, сделать какую-то прикольную анимацию, показать этого колесико, что-нибудь там классного придумать. И тогда мы идем опять в реализацию. Здесь что-то меняем. Например, при флажке animator показываем что-нибудь прикольное. Но в презентере мы работаем по тому же самому протоколу, по интерфейсу, который мы заранее определили. Здесь мы ничего не меняем. Это именно то, чего мы хотели добиться таким разделением. Перейдем теперь к элементу, который, собственно, руководит всеми этими слоями. Это у нас презентер. Для того, чтобы понять, как он работает у нас, мы обратимся к стандартной схеме MVP, поскольку наш презентер довольно похож. Но, естественно, у него есть свои отличия. В MVP у нас, как правило, есть двустороннее сообщение между презентером и вьюхой. И когда, например, у нас в модели что-то меняется, у презентера есть ссылка на вью, он у него вызывает какой-то метод. А когда во вьюшке мы что-то делаем с интерфейсом, например, кликаем в кнопку, в вьюшке есть презентер, и у него она дергает тоже какой-то метод. Тут как бы все понятно, стандартно. Но теперь у нас нет вьюшки, у нас есть набор слоев. Со стороны презентера у нас особо ничего не поменялось, но теперь мы не вьюшки вызываем методы, а берем те слои, которые нам нужны, и вызываем у них соответствующие методы. Но со стороны слоев у нас возникла такая проблема. Мы, конечно, могли передавать во все слои презентер, его интерфейс, и они могли бы вызывать нужные методы, но это было не очень круто, потому что тогда у нас стал огромный презентер с кучей методов, и все слои имели бы к ним доступ. Хорошим вариантом было бы создать под каждый слой отдельный интерфейс с callback и отдавать в этот слой только этот специализированный интерфейс. Тогда слои могли бы вызывать только те методы, которые им позволено вызывать. Но по такому пути мы тоже не пошли, потому что у нас было на тот момент возможно около 30 уже слоев, соответственно 30 интерфейсов. Мы не хотели уплатить еще 30 штук, и в тот же момент это немножко усложняло переезд на новый компонент, поэтому мы пошли третьим путем. Мы сделали что-то вроде шины обратной связи, назвали layer-message-handler. Интерфейс довольно похож на стандартный андроидовский хендлер, буквально даже названиями методов и какими-то аргументами. Здесь у нас есть метод handle-message, в котором мы передаем сообщение в презентер, и ключ слоя, которому это сообщение предназначено. И также есть метод по очистке сообщений. На самом деле под капотом мы для отложенных сообщений так и продолжили использовать андроидовский хендлер, потому что он и до этого у нас обильно использовался, и это упрощало нам опять же переезд на новый компонент. Давайте для того, чтобы, опять же, лучше понять, как у нас работает взаимодействие от слоев к презентеру, на примере посмотрим, как все работает. Возьмем, для примера, слой с кнопочкой перехода fullscreen. У него есть две константы. Первый – это тег, это, соответственно, ключ слоя. Все ключи мы храним в одном месте, в интерфейсе KineDev. Это довольно удобно для статического анализа, и у каждого слоя есть свой ключ. И также у нас есть вторая константа. Это, собственно, то сообщение, которое мы будем из этого слоя отправлять. Оно говорит о том, что мы кликнули в эту кнопку и хотим открыть полноэкранный режим просмотра. Это сообщение у нас формируется из тега и некой числовой константы. Давайте теперь посмотрим реализацию этого слоя. Мы также получаем из верстки кнопку, по которой мы будем кликать, вешаем на нее кликлиссинер. И в нем уже мы просим наш месседж-хендер отправить сообщение. И отправляем мы как раз то самое сообщение об открытии ху-скрина, и отправляем мы его в layer-кей-root. Это у нас такая формальность, которая обозначает презент. В презентере мы реализуем интерфейс layer-месседж-хендер, и в методе handle-message мы это сообщение ловим и реагируем на него. В данном случае просим роутер перейти в режим полноэкранного просмотра. На этом у нас взаимодействие слоев к презентеру заканчивается. Так оно все и работает. Давайте теперь поговорим про такую довольно интересную часть, про конфигурации. Они нам позволяют содержать огромное обилие дизайнов и функциональностей в проекте, и удобно с ними работать. Для конфигурации у нас есть также отдельный интерфейс. У него есть всего два метода. Первый метод возвращает набор ключей и слоев, которые мы хотим использовать в данной конфигурации. Второй метод по этим ключам создает конкретные реализации. Такие конфигурации мы передаем в презентер, в конструкторе. И при инститивизации мы достаем все ключи слоев через первый метод, создаем уже конкретные классы, объекты реализации и кладем их в некоторую мапку, через которую мы потом будем забирать презентеры и с ними работать. Давайте опять же, к примеру, возьмем ту самую карточку, на которую мы сегодня уже смотрели. У нее есть шесть слоев, и у этой карточки есть своя конфигурация видеокомпонента, fit-strategy. В ней все ключи слоев, которые используются, описаны в первом методе. Во втором методе, соответственно, каждый ключик мы возвращаем реализацию, которую мы в этой интеграции хотим использовать. Теперь представим ситуацию, приходит к нам дизайнер или продукт-менеджер, говорит, слушай, прикольно было бы, чтобы пользователи видели такой прям прогресс-бар под видеокомпонентом, под видео. Визуально хорошо считывается, где пользователь находится, прям будет круто. Сложно ли будет это сделать? Это будет совсем несложно сделать, если у нас такой слой в проекте уже где-то есть. Тогда мы просто идем опять в конфигурацию и добавляем в первый метод ключ таймлайн, по которому будет потом использоваться этот слой. И во втором методе мы по ключу таймлайн уже возвращаем конкретную реализацию, которую также мы будем здесь использовать. Не забываем адаптировать наш презентер. В данном случае все очень просто. Нам нужно показать этот элемент или скрыть его, когда показывается вьюшка или скрывается. Что мы и делаем. Если же такого слоя в проекте еще нет, тогда, конечно же, мы должны создать специализированный интерфейс, приписать все нужные методы для работы с ним и сделать ту реализацию, которую мы планируем использовать. Вот мы все это настроили, сделали, все круто работает. Приходит нам снова продукт-менеджер с дизайнером, такие говорят, слушай, прикольно, все работает, но пользователи почему-то тыкают постоянно в эту штуку, они думают, что ее можно перематывать. А ее перематывать нельзя, они очень расстроены. Можем ли мы сделать такой вот ползунок, который действительно будет интерактивным, тогда пользователи могут перематывать прямо в ленте, очень удобный видос. Конечно, можем. Мы идем опять в конфигурацию нашего компонента или этой карточки, идем в первый метод, тут у нас есть декларируемый слой с таймлайном. Здесь мы ничего не меняем. И идем во второй метод, где мы создаем конкретную реализацию. Здесь у нас есть несколько опций. Мы можем пойти в реализацию таймлайн-лейера и просто ее поменять внутри. Если этот слой нигде больше не используется, то, в принципе, это нормальный вариант. Но если он используется, то мы, конечно, заденем другие конфигурации, другие компоненты, и, скорее всего, все пойдет очень плохо в проекте, что-то изменится, чего мы не ожидали. Поэтому мы не любим так делать, мы не меняем реализации, мы пишем новые реализации. Это безопаснее и удобнее. Но даже так мы делаем не всегда. Мы любим экспериментировать, проверять гипотезы, поэтому мы всегда заталкиваем нашу новую реализацию под некий флажочек, по которому она будет включаться или выключаться. Тут еще такая небольшая оговорочка, что вот это как раз то место, в котором и мы экспериментируем. Прикидываем наши флажочки, что-то меняем. Раньше, когда у нас был монолитный компонент, у нас еще была дополнительная сложность за счет того, что, когда мы хотели с чем-то экспериментировать, мы получали довольно большое ветвление в коде. Если один флажочек сделает то, если другой флажочек делает другое, это было сложно поддерживать, это было легко что-то потерять, что-то сломать. И теперь мы не хотим больше иметь какие-то сценарии ветвления в наших слоях. Все слои внутри себя детерминированы. Выбираем тот или иной слой, нужен уровень конфигурации. То есть это то самое место, где можно экспериментировать, что очень оказалось удобным. Ну и опять же, завершая нашу историю с таймлайном интерактивным, не забываем снова прийти в презентер. У нас появился новый элемент взаимодействия с пользователем, поэтому его надо тут обработать. Мы отлавливаем месседж о том, что пользователь что-то перемотал и просим в слой видео, соответственно, перемотать видеоклеер на нужную нам позицию. Именно за счет конфигурации мы добиваемся такого разнообразия и использования, переиспользуем нашего компонента повсюду. Давайте теперь поговорим про видеоплеер. Он на самом деле не является частью этого рефакторинга. Мы раньше с ним работали, сейчас с ним работаем. Это вообще отдельная такая абстракция, но довольно сильно поменялся сценарий взаимодействия. Как мы помним, раньше мы работали с видеоплеером напрямую из Video Component View. Теперь же мы работаем с видеоплеером через слой. И это у нас слой видео, видеолейер. Наверное, это самый такой большой, комплексный и сложный слой в проекте. У него довольно много методов, довольно много колбеков. И его реализация занимает порядка тысячи строк. Но возвращаясь к нашей проблеме, с которой мы и начали проводить наш большой рефакторинг, вспомним, что тогда нам было довольно сложно экспериментировать с видеоплеерами, подменять движки. Теперь же, когда мы перешли на новую схему взаимодействия, на новый видеокомпонент, нам стало это делать намного легче. Теперь у нас есть слой видео, в котором замыкается вся работа с видеоплеерами. Если мы хотим подменять один плеер на другой, то мы либо идем в свое видео, меняем это там, либо, как мы обычно делаем, создаем новый слой, реализуем функциональность с новым видеодвижком, и, не меняя его интерфейс, вставляем его во все конфигурации, где у нас используется видео. Таким образом, мы смогли довольно несложно переехать на новый, более крутой видеоплеер. Мы тут все говорим про видео, видеокарточки, видеокомпонент, видеоплеер, но что, если у нас появится задача сделать видеокомпонент вообще без видео? Такая задача у нас появилась, и у нас появились карточки, которые выглядят вот прям как видеокарточки, но есть один нюанс. Там нет автоплея, их никогда не нужно воспроизводить. Их можно просмотреть, только уже кликнув карточку, перейдя в специальный интерфейс. Это карточки, которые находятся на слайде под основным видосом в ленте. И оказалось, что, хоть мы так и не планировали, что, чтобы нам выключить видео в таких карточках, достаточно просто убрать свое видео с конфигурации, и все будет работать. Также это нам сильно ускоряет перформанс, потому что не будут инстанализироваться видеоплееры, не будет выделяться память, будет меньше нагрузка на процессор, и такая лента будет работать быстрее. Ну, давайте перейдем к выводам, которые появились у нас после проделанной работы. Во-первых, хочется, наверное, порекомендовать всем, кто работает в продуктовых командах. Я буду отталкиваться на целого опыта и работа в продуктовой команде. Всегда думать наперед и знать о планах вообще вашей команды. Ходить на квартальные встречи, полугодовые встречи, стратегические планирования. Вам нужно понимать, к чему вам нужно подготовить ваш код в будущем. Потому что такие рефакторинги, какие-то большие изменения, они не делаются так быстро. По правилу, это может занять довольно много времени. В нашем случае это заняло порядка нескольких месяцев. Когда вы узнали о каких-то ваших планах амбициозных, и вы понимаете, что ваш код сейчас не готов, и когда вам придут ставить задачи, вы не сможете их сделать, надо локализовать те места, которые вам мешают этого добиться, передать эту или иную фичу. Когда вы нашли эти места, надо понять, до какого масштаба их надо расширить, что с ними нужно сделать, что нужно поменять. Мы, когда переезжали на новую систему слоев, мы не знали, сколько будет слоев, какими сложными они будут. И тогда был еще момент, кстати, с видеоплеером. Мы не хотели его выносить в слой, мы думали с ним работать как-то отдельно. Вроде бы это что-то в стороне, не касающееся UI-элементов. Но тогда мы по-честному перенесли всю часть работы с видео в слой с видео, и это нам, как мы уже убедились, довольно сильно помогло в будущем. В то же время не пытайтесь сделать какое-то убер-решение, которое решит вообще все проблемы ваши, ваших коллег, всего проекта. Таких решений не существует. Есть просто оптимальные решения под ваши конкретные задачи. В нашем случае у нас было несколько корнер-кейсов, которые не очень укладывались в нашу новую архитектуру. Но мы смогли решить их другими путями, они были довольно минорные, и мы не отказались из тех плюсов, которые мы приобрели с нашим новым подходом. Ну и, наверное, последнее, о чем хочется сказать. Если в вашей команде какой-то один компонент, модуль, какую-то систему может единовременно делать только один разработчик, что-то там менять, дорабатывать, скорее всего, это говорит о том, что у вас довольно высокая связанность кода, здесь надо тоже что-то поменять. Когда у нас был один такой монолитный компонент, у нас было довольно сложно сразу некоторым людям что-то с ним делать. Теперь же на новой системе, на новом компоненте с новыми слоями у нас может один разработчик писать один слой, другой разработчик писать другой слой, третий разработчик настраивать бизнес-логику в презентере с этими слоями, и в итоге мы выкатываем в прод фичу не за 2-3 недели, а за 1 неделю, что тоже очень круто. И на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Жду классных конструктивных вопросов. Продолжение следует...